Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет по запросу, и даже не по одному, а по нескольким запросам на тему. Если бы вдруг случилось такое, что вся моя коллекция парфюмерная исчезла, с чего бы я начала бы ее заново строить, восстанавливать? Какие бы ароматы я купила бы первые? Это не значит, что это самые мои любимые ароматы. Это значит, что я купила, наверное, в первую очередь те ароматы, которые, может быть, наиболее носибельные для меня, может быть, наиболее воспоминания какие-то у меня с ними связаны. Что-то такое. Мне кажется, это все еще будет меняться. На сегодняшний день я выберла вот эти ароматы. Может быть, через год это будут совершенно другие ароматы. Но мне кажется, все равно интересно сделать такое видео. Мне самой интересно было, когда я открыла шкаф и выбрала вот прям вот без каких бы, наверное, я бы проснулась и жаль, надо бы вот купить. Вот такого плана ароматы. Представим. Инопланетяне прилетели, украли все мои флаконы, шкаф пустой, ничего нет, чтобы я пошла бы и сразу купила. Первое. Митсука. Митсука в туалетной воде от Горле. Ношу его редко, но то настроение, которое в нем заложено, те эмоции, вот эта вот какая-то вот щемящая грусть, поэтичность, вот это вот настроение царевна, митсука, принцессы. Я обожаю, обожаю этот аромат. У меня в туалетной воде в современной. Мечтаю вкусить винтажный флакон, винтажную версию. Никогда о нее не слышала. Но пока нет азарта, наверное, и нет времени, прежде всего, чтобы поохотиться за ней. Пока вот довольствуюсь этим. Митсука должна быть со мной. Вот она должна быть со мной в любых обстоятельствах. Люблю. Люблю. Ношу редко, под настроение. Не пугает меня ее вот какая-то такая меланхоличность. Наоборот, она мне очень нравится и симпатична. Митсука Герлен. Первая рука, первое, к чему потянулась моя рука. Следующий аромат. Дрис Ван Ноттен для Фредерика Маля. Фредерик Маля вообще обожаю, обожаю этот дом парфюмерный. Дрис Ван Ноттен для Фредерика Маля. У меня до этого было 10 мл. 10 мл я сносила меньше, чем за неделю. Поняла, что мне нужен флакон. Купила 50 мл. Вот сейчас думаю, может быть, надо было сразу 100. Ну, пока вот половина есть, половина нет. Пока мы довольны. Обожаю. Обожаю этот сандал. Это теплая, древесная, чуть сладковатая база. Вначале он горький. Но вот его база, знаете, с какао, с чем-то сладостным, таким умиротворяющим, гармоничным. Гармоничным, бесподобный аромат. Вот ношу его и зимой, и летом. Просто, ну, не представляю, как я без него обошлась. Очень его люблю. Дрис Ван Ноттен, великолепный дизайнер. Люблю его творчество, восхищаюсь. И аромат на высоте. Следующий. Сэрдж Лютанс, Же Депо. Я бы его сразу купила. Но сейчас я понимаю, что где бы я его купила, потому что этот аромат переведен вот в колокольчики, вот в эти вот бутылки, и в фирменные бутики Сэрджа Лютанса. В Париже, да, еще где-то есть в Сиднее. Короче, их нет в Австралии вообще, в принципе. Люблю. Вот люблю, не могу. Ношу его, вот знаете, я в последнее время его носила очень часто. И носила его и на работу, и дома. Потому что раньше он для меня был такой более домашний вариант. Более такой уютный, нежный, интимный даже, можно сказать. А сейчас, поносив его на работу, я понимаю, что он интересный. В течение дня он раскрывается по-разному. То в нем присутствует молочность, то в нем присутствуют какие-то вот реально персиковые ноты. Такие персики, абрикосы, вот эта шероховатая кожица. Древесность чуть-чуть, слегка. Ну и, конечно же, вот эта вот молочность, медовость. Как это сказать? Хлебом пахнет. Хлебом пахнет. Это действительно так. Обожаю, обожаю Же Депо. У меня еще не распакованный лежит флакон очередной. Вот этот закончится, распакую. У меня, то есть есть, у меня запас есть. Но если инопланетяне все украдут, его не будет. Следующий аромат, который бы я купила, который я люблю, который ношу тоже часто, это Бараонда от Назомата. Из всех вот ароматов, которые у меня есть от Назомата, Бараонда, наверное, для меня самая такая теплая. Я к ней испытываю очень такие теплые, гармоничные чувства. China White шикарный, роскошный. Такой вот он странный, немного медицинский. Не медицинский, даже аптечный. Вот такой странный. Я бы, наверное, не побежала покупать, сломя голову. Но вот Бараонда, столько с ней у меня хорошего связано. Все мои дни рождения, вот два последних дня рождения я бы не исправляла. Она греет, она вот греет мою душу, мое сердце. Ну все, вот она меня греет, люблю ее, повышает настроение. Классный, веселый, алкогольный аромат Бараонда от Назомата. Тоже бы сразу приобрела. Следующий аромат, который я бы приобрела, это Jodor от Dior. Я думала еще, знаете, брать его в этот обзор, не брать. Взяла, поняла, что, ну вот взяла, аналогов ему нет. Ну то есть, это, наверное, громко сказано, аналогов ему нет. Но вот на мой нос, вот он настолько гармоничный, настолько вроде бы и простой, но в то же время под любую атмосферу, под любое настроение. Он шикарный. Вот он шикарный. Я знаю, у него есть как поклонники, так и небожители. Но вот для меня этот аромат один из самых таких красивых, достойных представителей бело-цветочного направления. Здесь очень красивая такая тубероза. В меру хищная, в меру колючая, в меру такая жесткая. Хороший очень баланс в нем. Люблю, купила бы, купила бы. Проблемы, я думаю, не было бы у меня с покупкой этого аромата. Его можно найти всегда и везде. В любой точке земного шара. Следующий аромат, который я бы приобрела себе, это аромат от дома Миколев. Я тоже думала, какой взять из дома Миколев, потому что я люблю этот дом. У меня много ароматов от Миколев. Они все любимые, но вот один особенный. Это Ананда. Многие, наверное, сейчас подумали, что я достану и Лангенголд или еще какой-то. Нет. Вот Ананда для меня, он был самый первый аромат, который у меня появился от Миколев. В нем есть какая-то такая хрустальная свежесть, чистые эмоции, доброта. Я не знаю, доброта в аромате, но вот в этом аромате есть какое-то счастье, доброта. Он наполнен очень хорошими эмоциями. И такой аромат, он должен быть, он должен радовать. Поэтому, да, поэтому я бы его тоже себе сразу приобрела. Люблю ее. Люблю. Груша, какие-то, знаете, пудровые ноты, может быть, чуть-чуть мимозы. Очень красивый. Очень, очень люблю я Ананду. Я уже говорила. Так, оставлю сюда. Люблю. Далее, здесь у меня будет еще два аромата от Фредерико Маля. Все знают, наверное, что это мой самый любимый парфюмерный дом. Так что, чему тут удивляться. Первый аромат, не знаю, на какой бы стадии бы я его купила. Вот как-то мне писали, вот сразу бы что. Может быть, наверное, не сразу. Сразу бы я купила вот предыдущий, Дрис Ванота. Но этот аромат для меня очень многозначительный. Я олицетворяю себя вот с этим ароматом. Для меня это вот мое парфюмерное я, как бы это ни звучало. Не то, что оно всегда будет моим парфюмерным я, не то, что я вот прям ношу его очень часто, и вот поэтому оно мое парфюмерное я. Нет, просто я вот реально себя с ним ассоциирую. Я когда его понюхала, я вот поняла, что первый раз, я поняла, что это мое, это же я. Как вообще могли такое вот сотворить? Ну, можете, так громогласно звучит, потому что аромат такой роскошный. Я не причисляю себя к таким прям вау, дивам роскошным. Но вот эта эмоция, которую я получила первый раз от этого аромата, когда я его нанесла на себя, я поняла, что я без этого аромата вот просто не смогу. Не смогу вот, ну ни за что не смогу. Неважно, сколько я его ношу, часто, редко. Я его ношу достаточно редко, потому что он для меня особенный. Он очень интимный, очень специфический. Он не на каждый день ни в коем случае. Он вот такой для очень особенных случаев. Я все говорю, говорю, что за аромат-то. Это Subestitious от Фредерик Маль. Суеверный. Суеверный. Вот у меня 50 миллилитров бесподобной красоты оформления. Вот такой аромат. Мое парфюмерное я, как бы громко это ни звучало, это вот этот аромат. Я его боготворю. Он прекрасен. Он заставляет меня взлетать и парить. И вообще я в нем я. Вот я. Такие дела. Следующий аромат тоже от Фредерика Маля. Я бы купила бы его опять. 10 миллилитров. Вот как вот у меня сейчас есть. Это Portrait of a Lady. В 10 миллилитрах. Он очень стойкий. Его нужно совсем немножко. 50 миллилитров я бы не покупала. Купила бы опять 10. Вот сколько он у меня есть. Буквально полупшик. И он заполняет собой все пространство. Это великолепный аромат. Для меня он очень сексуальный. Для меня он очень такой влекущий, зовущий. Здесь роза, специи, какие-то, знаете, пряности. Он громкий. Он громкий. Я много о нем разных мнений. Кто-то говорит, что он, наоборот, тихий. Такой холодный, отстраненный. Для меня он нет. Для меня он горячий. Это огонь. Это страсть. Для меня вот женщина, наносящая этот аромат, она такая львица, тигрица. В ней есть вызов. И она не боится его показать. Этот вызов. Я его очень люблю. Очень люблю. Ношу довольно часто. Но, как опять повторюсь, его много не нужно. Он бесподобен. Он бесподобен. Для меня это одна из самых вообще красивых роз. Маль вообще мастер по розам. Вот это вот одна из самых красивых роз, которую он создал. Ну, не он, а в сотрудничестве со своими парфюмерами. Домини Крапьон. Мастер. Да, вот портрет леди я бы купила бы тоже сразу. Видите, Фредерик Маль у меня пока number one. Следующий аромат. Не знаю, в какой концентрации, в каком, какая там туалетная вода, не туалетная вода, я бы купила бы следующий аромат. Пятерка. Шанель пятерка, она всегда должна быть. Сейчас у меня номер пять Eau de Parfum закончился. И у меня сейчас Eau de Premier. Так что я Eau de Parfum пока покупать не буду. Мне хватает вот этого. Но если вдруг все исчезнет, какой я куплю, я еще не знаю. Я думаю, пятерка для меня, она вся хороша. Я люблю и туалетную воду, я люблю и премьерную воду, я люблю и Eau de Parfum, я люблю Parfum. Parfum, наверное, меньше других, потому что я люблю все-таки шлейфить. Я люблю, когда шлейф, я люблю, когда прошла и за тобой такой вот красивый шлейф тянется. В парфюме я вот этого для себя не нашла. Поэтому купила вот какие-то другие версии. Ну вот пятерка, она должна быть, она должна присутствовать в моем парфюмерном шкафу всегда. Так, следующий аромат. Тоже не знаю, какой именно, но вот именно от этого парфюмерного дома я бы купила точно сразу. Это дом Com de Garçon. Я показываю сейчас аромат Dot, но если бы вот билд, строить мою коллекцию заново, может быть, это был бы не Dot, может быть, это был бы Concrete. Concrete я все больше и больше... Он мне давно очень нравится, не знаю, что меня останавливает его купить. Ну, знаете, так бывает. Вот вам нравится долг какой-то аромат, а потом вы все никак вот не можете его купить. Чего такое? Не знаю. В общем, Com de Garçon я бы пошла и купила. Какой-то вот представитель этого бренда. Не думаю, что Гошу Рубчинского. Гошу Рубчинский мне не нравится, его аромат для Com de Garçon. Может быть, это была бы серебряная двойка, которая у меня когда-то была. Может быть, это был бы опять Dot. Может быть, это был бы Concrete. Может быть, это был бы... Не знаю, какой еще. Какой-то был. Люблю. Люблю эту марку, очень уважительно к ней отношусь. Для меня они смелы, красивы, необычные и очень такие стильные. Стильные, классные. Com de Garçon. Если мы говорим... Я не буду показывать уже флакон. Если мы говорим о бренде Le Labo, я бы тоже бы, наверное, купила. Конечно, мне очень нравится то, что они делают. Но не знаю, какой. Вот у меня сейчас есть Ilang 49, и у меня есть Tonka 26. А не факт, что я купила бы опять их. Может быть, я купила бы розу. А может быть, я купила бы ирис. У меня с Le Labo, знаете, как игра какая-то, знаете, карточная. У меня на руках все карты. Я не знаю, какие сдавать. То ли я сдам этого короля, то ли этого, то ли этого. Ну, короче, может быть, ирис бы взяла. А может быть, взяла бы не роли. Я тут недавно все-таки расслушала эти не роли. Они потрясающие. Если бы вдруг так случилось, и мой шкаф бы опустел, кто-то его бы опустошил летом, я бы взяла бы не роли. Они классные. Они классные, красивые. Необычные прочтения этой ноты, не роли. Так, и последний аромат, который я бы в себе приобрела, и тоже, повторюсь, неважно какой, потому что их там три разных. Это бренд, 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 бренд Grossmith. А Лондон, это просто, это потрясающие ароматы. Ну, вот я тут взяла пхул нано. Для меня вообще вот они все какие-то немножко в одном пхул нано там есть. Касу Нон Тхана. Ну, в общем, такие у них заковыристые очень названия. Они все очень ретро. Они все такие специфические, по старинным формулам воссозданные. Я это, я просто преклоняюсь перед этим парфюмерным домом, как им удалось воссоздать свою историю и ароматы именно того времени. Это просто что-то потрясающее. Я очень люблю этот парфюмерный дом. Я знаю, что мало кто с ним знаком, но вот кто знает, он любим очень многими, конечно. А для меня это красивое ретро. Вот это ретро. Если вы не любите ретро, то вам, конечно, не сюда. Я люблю ретро. Ароматы под определенную атмосферу, под определенный наряд, они незаменимы. Вот эти вот ароматы для меня незаменимы. Ароматы Grossmith. Ну что же, вот такое видео. Я надеюсь, я ничего не забыла. Если вот вдруг вы скажете, а как же Дюна? Оля, а как же вот, ну не знаю, Дюна или Дюн, я уже сказала, или там какая-то Шанель или какой-то еще. Вот я вам показала именно то, что я вот на данный момент считаю самым-самым таким моим костяк. Такой костяк, без которого мне было бы очень грустно, одиноко, который мне нужен. На этом все. С вами была Аленка Блок. Напишите, пожалуйста, ваш костяк, если вдруг такое случится, что ваши ароматы пропадут. Я не думаю, что важно, сколько у вас ароматов. Даже если у вас там три аромата. Вы же наверняка выберете из них какой-то один. А если у вас там, вот как у меня, 130 ароматов, ну вот сколько выбрала, столько выбрала. Это всегда интересно. Мне интересно общение с вами. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok